привет вы на канале гильдия лимминга с вами линк ребят сегодня рубрика то есть бродил по местному универмагу нашел вот такую интересную вещь супер робот супер робот ребят конструктор сделай сам лего не лего игрушка не игрушка конструктор не конструктор в общем такая забавная вещица непонятная довольно в оригинале в сборке должна выглядеть вот так сегодня unpack и постараемся показать вам я постараюсь показать вам как эта штука собирается конструктор не для маленьких детей все вот эти части составляющие ребят все соединяется поэлементно чтобы создать от этого парня компания бобители 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 в общем как фаталити звучит название этой компании знаменитая комбо из mortal kombat ну а выробник мы читаем на коробке джей той трейд китайская игрушка ребят от местной компании ну забавно я посмотрел немножко открыл глянул чтобы как бы показать вам очень забавная вещь очень развивающая но здесь конечно недоработки вот такие герои ребят могут быть помимо вот этого парня могут быть еще и вот эти ребята в вашей коллекции если вы захотите вот такой вот желтый паренек с двуручниками какой-то гоблин непонятный ну и вот этот парень с маской похожий на маску хищника предатор из фильма предатор о предаторах ну давайте откроем посмотрим на коробочке смотрите ребят для детей старше 6 лет но вообще я не знаю сколько должно быть лет чтобы собрать этот конструктор ребята потому что проблемки с которыми я столкнулся сейчас достану покажу в общем напоминает мне все китайские игрушки вместе взятые в общем те же проблемы коробочка пустая те же проблемы которые я видел все китайском на быструю руку собранном скажем так коробочки ребят имеем два кулечка с детальками инструкции пустая коробка ненужная как-то откину инструкция по сборке такая полноцветная прям черно-красно-черно-белая с указанием шагов потом 1 2 3 4 5 и по идее если вы по ним следуете то не проблема вам собрать этого робота на самом деле ребят чепуха все это конечно же инструкции как я уже понял нифига не соответствует тому чему должна соответствовать инструкция поэтому я снимаю эти видео чтобы кому непонятно более-менее могли разобраться когда вы столкнетесь с игрушкой вот это нам пока не нужно и я это отставлю сюда вот наверх пускай она здесь будет первый шаг ребят когда вы достанете все детальки разложить их по однотипным то есть берете две похожих три похожих 5 похожих и раскладывайте в одну кучку ну такими вот кучками чтобы вам потом было удобно ориентироваться меч еще один нашел чтобы потом просто удобнее собирать все коричневые коричневым но серенькие к сереньким похожие к похожим красненькие красненьким для чего это делается ребят просто потом но это не только в этом конструкторе в любом конструкторе вам потом удобнее будет работать вы так называемом подготавливаете рабочее место к работе да наверное или как там по-другому это все назвать в общем просто вам удобнее потом будет собирать это все то же самое с вот этими маленькими детальками потратьте какое-то время но разложите вот все одинаковой ширины длины высоты все кучками все столбиками вот пока я раскладываю ребят немножко об игрушке это робот двигаю фигурка с большим количеством артикуляции точек артикуляции стоит такая штука порядка 88-10 не 88-10 долларов вот да ну вруя 6 6 5 6 долларов стоит вот такая вот такой конструктор что-то я загнул совсем неправильно посчитал со мной такое бывает вот 5 давайте 5 долларов возьмем 5 долларов стоит вот такой конструктор на мой взгляд для фигурки такого размера в принципе не так уж и дорого то есть она довольно таки интересная плане сборки в плане если вы ее построите самой игрушки как игрушка она довольно таки такая не скажу что прям фонтан но на 5 баксов я думаю что ничего лучше не найдете вот недавно я был зашел в магазинчик там похожие игрушки продают вот такого плана вот 10 15 20 30 и туда наверх поехали то есть хотя фактически ничего интересного итак ребят фигурки 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 элементы разложены и по инструкции основной элемент у нас вот это вот беда разворачиваете ее как на картинке и смотрите обратите внимание что она как она поверх повернута то есть разворачиваем правильно вот этим хоботом вниз как нарисовано и начинаем собирать здесь нарисованы обратите внимание палочки пронумерованы вот четверочки стоят а здесь вы видите нарисована вот эта беда ну тут она опять неправильно нарисована пятерки здесь нет ни одной четверка здесь самая большая чтобы вы не путались просто покажу четверка это вот это вот насколько я понял это и есть наша четверка на она даже по рисунку походит ну чтобы вы могли мерить это мерочка один к одному и вот в мире эти вот 4 . вот они самые длинные самые при самые вот эта троечка как вы видите прикладываются . . ну и так понятно и так далее туда кинул так две четверки как вы видите входят по бокам а внутри должны стоять вот такие шестерни то есть что мы делаем две шестереночки вкладываем внутрь вот так вот и запихиваем через вот эти отверстия туда я думаю что вот здесь вот должны стоять еще вот такие вот штукенции но не знаю я так думаю ребят это мое предположение это только предположение хотя возможно я и не ошибаюсь но почему-то они туда не влазят есть один большой минус вот в этом всем деле ребят которые я заметил знаете какой очень много деталей не подходят ни по размеру не по рисунку то есть по инструкции написано одно по факту вы просто его туда не запихнете это невозможно вот да ребят я прав на рисунке этого нет но я думаю что вот это вот маленькая вот такая беда она должна стоять внутри чтобы фиксировать вот это дело не знаю для чего она нужна но я предполагаю что нужно там вот возможно я ошибаюсь и можно просто воткнуть вот эту длинную палочку сюда ну так вот но она будет болтаться выпадать постоянно а вот эта вещь я думаю что для нее как видите я буду ложить инструкцию отсюда потому что ни фига не фокусируется мы моя камера вот видите вот это пустое место она как раз отлично заполняет и является таким вот элементом фиксации то есть странно они конечно все это придумали продумали вот но я думаю что она вот сюда специально входит и фиксирует вот эту беду дополнительно ну чтоб она там не двигалась не ерзалась расскажу по ходу ребят с чем столкнулся была у меня проблемка очень много деталек очень много деталек я подчеркну слово очень много они не подходят вообще то есть они не ну как сказать в общем не подогнаны я потом покажу что я имею ввиду но подгонка просто отвратительно и вот допустим вот вам яркий пример одна деталька села и нормально сидит вторая деталька она не подходит то есть бороздка там не допилена лишняя заусенечка и это такая боль ребят просто такая боль головная это надо вам брать напильничек какую-то инструментик чтобы дотачивать допиливать достругивать и это просто невыносимо в условиях того что оно должно все собраться очень быстро и без проблем она короче говоря не устанавливается ну вот видите вот как здесь например нижняя часть ребят вот здесь вот покажу там вот она толще чем вот эта бороздка и она туда просто не становится все и деталь вы туда хотите не хотите в общем вы не поставите ни при каких раскладах не засунете ее туда ну и да ладно да не буду я сейчас этим заниматься растачиванием и всем таким я вам просто покажу как она должна собираться а вы там сами если что доработаете после установки вот эти же штучки ставятся сверху две не знаю для чего в общем какой-то фиксатор странный вот так показано дальше смотрите номер два рисунок номер два уже вставлены два таких вот штифта ребят покажу как они выглядят выглядят они вот так вот они двухсторонние такие зачем они нужны то кто его знает зачем они нужны хотя давайте попробуем вставить вот эти тут есть вот такие квадратик с одной стороны и вот эта штучка с другой стороны хотя не думаю что они сюда вставляются и возьмите одну двоечку да наверное двоечка и вставляйте ее сразу вот сюда если то что вы взяли вставляется очень тяжело возьмите другую ребят то что бывает одна деталь не подходит но зато подходит другая здесь должна стоять шестеренка еще одна закрепленная ребят сюда еще напрашивается вот такая шайба я бы поставил наверное длинный вот такой шест я попробую ребят я сейчас импровизирую просто но я думаю что она вот так вот должно быть то есть здесь должен быть 6 на нем должна быть вот эта шестеренка не знаю в идеале она должно все это крутится она не крутится мы да бог с ним и сверху она накрывается вот этой вот бедой такая красная штуковина вот так вот она собирается и наверно вот так вот она и держится ну я предполагаю что так самом деле если честно даже понятия не имея как она должна на самом деле закрываться вот этот шест должен немного выпирать почему поскольку сразу покажу есть вот такой вот грудак броня так называемая с двумя штырьками ребят и она вставляется вот сюда в эти два отверстия под вот эту вот штуку только аккуратненько ну сильно не давите хотя не знаю иногда тут надо сильно давить в общем все спрессовали и закрываете вот так оно должно выглядеть а здесь по идее он должна вот такая вот муфточка одеваться зачем тоже не знаю в общем странная конструкция не знаю может тут должно крутиться что-то здесь должно вращаться в общем возможно это просто подставка ты вы одеваете и такую подставочку он стоит сам ну зачем неизвестно в общем дальше будем быстрее все пойдет ребят короткие штифты одеваются сюда в центральные отверстия это у нас как бы ноги будут вот смотрите чтобы они вставлены были на равное расстояние руками ребята очень больно поэтому возьмите какие плоскогубцы либо вот такую какую-нибудь беду и подстукиваете его там или надавливаете с помощью ее то есть так вы не будете вредить пальцы вот пластик достаточно крепкий чтобы выдержать поэтому я думаю справитесь дальше одеваются вот эти шарниры это такие ставки для ног я бы так их назвал и в них держатся ноги ребят вот это ноги вот как то так оно выглядит просто между этих вот делов вставляете вот этот шарик и получается две ноги паром вот так это все должно выглядеть то же самое ребят одеваются руки если вы взяли она не налазит возьмите следующую это не так страшно хотя я наверное забегаю вперед ну ладно мне не первый раз да вот так вот она аккуратненько одевается сюда с одной стороны с другой стороны здесь разные отверстия ребят в этом проблема найти нужная проблематично поскольку все это работает очень неправильно там и вот я уже ошибся и вот уже ошибся я так ребятки извиняюсь сейчас я подгляжу вот эти плечи наверное мы с вами поспешили одеть мы с вами я поспешил одеть поскольку мы переворачиваем страничку а нет вот мы подходим сюда давайте достроим ноги сразу здесь показано что нам нужно еще пара вот таких вот штучек красных нам нужны ребятки вот такие вот вещи их мы наживляем мы внутрь вот сюда их можно и не ставить вот но инструкция требует поэтому давайте воткнем и на них крепятся вот эти вот штифта держатели вот вот таким вот образом боком как ни странно все это крепится боком вот крепится чтобы вот эти два отверстия совпали и если он не садится попробуйте надавить если вы надавили он все равно не сел попробуйте другой потому что этот конструктор требует дополнительный напильник должен был быть в комплекте но его не положили вот все недорогие конструкторы ну кроме дорогих таких как лего там такие брендовые вещи вот которые идеально подогнаны над которыми работают дизайнеры вот видите она села и вот эта штучка совмещается в нее сразу вставляете вот такой вот маленький штифт подгоняете слегка он заходит используем наш чудо прибор для заталкивания ну только не сломайте смотрите заходит он не заходит если он вообще конкретно не заходит то лучше его туда конечно не пхать чтобы вы совсем не сломали нашего робота ребят чем как-то нежненько так давайте с этим делом вот ну я буду стараться как там получится не получится посмотрим можно их и не ставить то есть этот элемент ну вот эти вот именно болты можно не ставить точек артикуляции получится гораздо больше минус какой робот будет неустойчив приобретает дополнительную неустойчивость я бы так это назвал ну потому что получается больше точек артикуляции и получаются больше тех точек которые будут двигаться естественно дополнительная отсюда неустойчивость в общем я это потом у меня время начинает заканчивается ребят я потом это все долеплю по идее надо вытащить и попробовать подогнать другой шарнир сюда вот зачем это нужно чтобы не знаю так так положено хотя давайте попробуем я уже его сломал немножко над колок пластик довольно довольно таки ломки видите он треснул это потому что я сильно давил но благо запасных частей в этом конструкторе хватает и мы с вами возьмем еще одну штучку такой вот и попробуем еще раз его вставить влезет он не влезет ну это точно менять уже не буду просто вставлю в общем напильником надо дорабатывать крепко ребята очень крепко потому что все вот такие вещи в которых задействовано несколько элементов которые должны быть на штифтах они не подогнаны и каждую придется вам дополнительно подгонять это занимает много времени если честно напрягает очень здорово вот ну да ладно я еще разок еще один подход сделаю чтобы уже сделать все по правилам но если нет ну и ладно не очень то и хотелось ведь правда и он тоже не подходит до конца чем ну и ставить я один не буду тогда что я его сейчас буду закреплять здесь очень много времени уже 23 минуты и мы можем не вложиться ладно мы крепим ноги они идентичные но вот здесь вот есть такая как бы в плавочка ну не знаю вот я вверх аккуратненько крепим наши ноги наши лапы я извиняюсь ребят за вот эту заминку они всегда будут потому что конструктор не идеальный и требует доработки и как так так как доработку приходится делать на камеру сразу вот то получаются вот такие мало интересные для вас задержки вот ну может быть кто-то излечет из этого пользу те кто не извлекут просто перемотайте немножко вперед чтобы вам не было скучно так все классно только многие я прилепил задом наперед поэтому я их разверну вот так ребят я их разверну но лапами вперед это у нас получился как бы низ робота теперь я займусь руками руки вот посмотрите как правильно насаживать вот эти вещи а правильно насаживать его вот так вот оказывается я забыл позор мне вот и теперь большой толстой стороной вниз ставим сюда руки аналогично правую это же правая это она неправильно я поставил вот так вот мы вытащим и вот так вот мы его переставим конструктор требует небольших усилий ребят тем не менее не бойтесь все достаточно крепкая есть запасные части они не садятся забавно вот есть запасные части садите на плечники вот этими штуками вот сюда и здесь также робот почти собран теперь я сажу голову голова садится вот здесь показано как есть специальный элемент вот такой вот шариком ребята он крепится вот сюда выпал ссорим крепится вот сюда в него крепится вот такой вот элемент это типа шеи получается вот и вся эта конструкция вот так вот она выглядит крепится вот надевается на вот этот штырь который мы поставили самый один из самых первых вот так вот его нанизываете аккуратненько вот и получается у нас голова с таким кричащим ртом чтобы было посимпатичнее это зеленая тыковка не портила нам всю картину одевается маска в рот вставляется вот эта трубка и насаживается на него получается довольно такая злая морда вот забавненькая ну и собственно ребят что еще сказать вот это вот оказывается все вот это весь робот я бы а руки две руки ребят еще есть и их надо вот так насадить это оказывается руки ну ладно пускай там болтается вот в них крепится меч вот сюда вот в эти отверстия ребят засовываются мечи но я вам покажу что оказывается меч нифига не подходит по размерам к вот этой вот крепилки и это недоработка такая я считаю что это недоработка конструкторов поэтому я нашел выход и с помощью вот этих вот оставшихся деталек не знаю зачем они нужны ну для чего то они нужны я вот их вставляю сюда в бок здесь вот есть тоже детальки и меч мы крепим прямо на них вот так один и соответственно симметрично вот так вот мы выходим из положения но есть еще один вариант взять надфиль либо такой вот паяльничек аккуратненький и доработать отверстие до нужного диаметра чтобы ну как бы чтобы она садилась нормально именно в те отверстия как задумывалось авторами автором респект и уважуха вот те кто реализовывал проект конечно двойка полная ребят остаются детальки которые я даже не знаю куда прилепить вы можете это думать это сами и в итоге у нас получается вот такой вот лихой парень сейчас я его поставлю немного и покажу вам как это выглядит артикуляция конечно будет меньше так как ножи мы вставили ножи мы вставили зафиксировали в руки поэтому они будут не такие подвижные вот но тем не менее кто захочет переделайте и артикуляция увеличится в разы у вас он будет позабавнее смотреться этот парень наш вот я немного его подвину и поставлю вот такой робот у нас получается в итоге сборе он очень устойчивый очень подвижный можете лепить любые позы с ним похож он немножко на такого на чужого из знаменитого хищника хищника чужого боже мой хищника такая же маска у него вот ставить можете его в любую позу под даже там на колено у него артикуляция позволяет это делать фотографироваться как хотите то есть в разных стойках он может находиться на лапы достаточно устойчивые вот и стоять он будет так как вы ему скажете ну ребят на сегодня все собирайте не расстраивайтесь если что-то не получается просмотрите еще раз внимательно возможно что-то придется самому самим додумать да придумывать ну дерзайте на то он и конструктор он для этого он и создан чтобы развивать логику развивать моторику в общем и получать удовольствие завершенного процесса ну не буду дальше затягивать всем пока ребята увидимся в следующем видео